Городок оказался похожим на большую деревню. Деревянные дома с трубами и крылечками, огороды, заборы, лающие из-за заборов собаки. Время от времени попадались двух- и трехэтажные, ощетинившиеся на небо спутниковыми антеннами, кирпичные особняки, построенные совсем недавно. Они ясно говорили о том, что и в этом забытом цивилизации месте не все пальцем деланные, а кое-у-кого деньжата водятся. Правда, не очень понятно было, на чем тут можно деньги сделать. Впрочем, это тоже вполне обычные российские впечатления. Людей же на улицах почти не было, машин было еще меньше. Через пятнадцать минут остановились на перекрестке. Карась вылез из кабины, закурил и подошел к Ниве. — Садись, — бросил док, и дальнобойщик устроился на заднем сиденье. — Ну все, приехали, — сказал он. — Мне прямо. — Вон шестой дом отсюда. Забегайте как-нибудь, буду рад. На всякий случай мой адрес Коминтерна, шестнадцать. — А ваша улица вот, направо пошла. Вы надолго сюда-то? — На несколько дней. — А чего тут несколько дней делать? — искренне удивился Карась. — Отдыхать? — Ага. Ну да, активный отдых, я понял. Усмехнулся дальнобойщик, кивнув куда-то назад в сторону Солнечного. — Да нет, — сказал док, — приятель один нас сюда на свадьбу свою пригласил. — Вот мы и прикатили ему подарок, — добавил артист и похлопал по новенькому сиденью Нивы. — Как, Константин, одобряешь? Карась с легкой завистью покачал головой. — Повезло вашему приятелю, — сказал он. — Как его зовут-то, может, я знаю? — Лешка Сомин. Док с интересом взглянул на карася, может, и правда знает. Но карась только с сожалением отрицательно мотнул головой. — Вот и я не понимаю, — вздохнул док, — как его занесло в Двоегорск. — Интересно, — подхватил артист, — а как вообще тут люди появились? — Вот ты, Константин, давно здесь живешь? — Года три, — охотно рассказал карась. — Я сам из Воронежа, а здесь у меня бабка жила. Она умерла пять лет назад, ну а дома мне остался. Хороший дом, большой, ремонтировали его недавно. Я и подумал, нахрена мне однокомнатная квартира в Воронежской пятиэтажке, если такой дом есть. Ну и продал квартиру. Вольвец он взял себе и сюда переехал. — Ну ладно, мужики, пойду я. Он открыл дверцу, и в салон ворвался морозный воздух. — Константин, — спросил друг артист, — а ты не думаешь продать бабкин дом и уехать куда-нибудь? — Это из-за битого-то, — переспросил карась, и по лицу его пробежала грима со злости. — Если из-за каждого козла уезжать, жить негде будет. Не дождется. А мне и тут хорошо. — Это правильно, — сказал док. — Ты сделал то, что должен был сделать. Но, может быть, ты сделал ошибку, — процитировал артист. — Мы, вообще-то, чуть раньше приехали, свадьба только через два дня, так что увидимся еще. — Ну тогда до встречи. Карась пожал руки доку с артистом и захлопнул дверцу. Приезжие проводили взглядом своего нового знакомого до его машины, подождали, пока Вольва пересечет перекресток, а потом завелись и медленно покатили искать дом номер пять по улице Карла Маркса. Поиски не отняли у них много времени. Через пять минут док остановил Ниву у запертой калитки в чуть покосившемся заборе, рядом с которой висела табличка с нужным номером. Двигатель смолк. Артист и док переглянулись, док взглянул на свои часы. — Кажется, пять часов вечера это еще не поздно? — риторически спросил он. — Даже зимой в городе Двоегорске, — согласился артист. Но, несмотря на это бесспорное утверждение, в окнах дома номер пять было темно, и эта темнота недвусмысленно демонстрировала, что дом совершенно пуст. — Пойдем проверим. Они вышли из машины и огляделись. Под ногами скрипел и искрился снег. На темнеющем небе не было ни облачка, и с противоположной от заката стороны уже начали проблескивать звезды. Вокруг стояла совершенно непривычная для городского человека тишина. Если бы не раздававшийся временами собачий лай и не гудевший где-то вдалеке автомобильный двигатель, эта тишина просто нестерпимо звенела бы в ушах. На улице не было ни души. Док закурил. Артист подошел к калитке, снял с нее проволочную петлю и распахнул. Пару секунд смотрел в глубину двора. Потом к нему присоединился док. Двор до самого дома белил нетронутым снегом, и только у крыльца виднелись несколько едва различимых следов. — Ты знаешь, — задумчиво произнес артист, — если твой старый приятель Леша Сомин и выходил куда-нибудь из дома, то это было неделю назад. Не позже. Док выдал густое облачко дыма вперемешку с паром. — Подожди здесь, — сказал Док и направился к крыльцу. Поднявшись по трем ступенькам к двери, он постучал. Никакого ответа. Никакого движения в доме. Док немного подождал и постучал еще раз. Потом заглянул в ближайшее окно, медленно пошел вокруг и скрылся за темнеющим углом. Неожиданно артист услышал какой-то легкий скрип и оглянулся на улицу. Секунду спустя калитка дома номер четыре с противоположной стороны улицы открылась, оттуда вышел мужичок в накинутом на плечи тулупе и направился прямиком к артисту. По дороге он с интересом оглядел Ниву, транзитный номер за лобовым стеклом и, закурив, наконец подошел. На лице его расплылась улыбка. — Здоров! — сказал он и протянул руку. — Да, в общем, не жалуюсь, — попытался схохмить артист, пожимая руку, но мужичок на попытку не среагировал. Неожиданно появился Док, и мужичку пришлось повторить приветствие. — Здорово, мужики! — сказал он. — Вы к Шаху? — К кому? — переспросил артист. — Ну, к Лехе Сомину. Я так и знал, что кто-нибудь приедет раньше. — А где он? — спросил Док. — Ну, как? Он это... за женой поехал. — За какой женой? — не понял артист. — Ну, за Ленкой, за невестой своей. — Вы чего, не знаете? Она же не наша, не Двоегорская. Док и артист переглянулись с некоторой растерянностью. — А откуда тогда ты ее знаешь? — спросил артист. — Так она приезжала сюда. — Раньше сама приезжала, а теперь он за ней поехал. — Ну да, это... мать-то ее тоже привезти надо. — И куда же он за ней уехал? За невестой-то? Мужичок усмехнулся. — Вы чего, мужики? Из ментовки? Я тут околею на ваши вопросы отвечать. Мое дело маленькое. Меня Леха просил за домом присмотреть, пока его нет, да встретить кого, если раньше времени на свадьбу приедет. — Когда он хоть вернется? — говорил, — спросил док. — Должен был сегодня утром. Ведь я сначала так и подумал, что это он. Смотрю, нет. Машина чужая. — Вы это... располагайтесь пока, заходите в дом. Там есть, пожрать чего, чай, сахар. Мужичок сунул руку в карман штанов и вытащил здоровенный ключ от висячего замка. — Вот. Размещайтесь, как дома. Леха-то наверняка приедет скоро ночью или завтра утром. Док взял у мужичка ключи. — Тебя как зовут-то? — спросил артист. — Меня-то? — переспросил мужичок. — Да можно Петровичем. Может, это... хлопнем по стакашке за знакомство. Я сейчас сбегаю домой и принесу. — Да мы уж подождем, когда Леха приедет. — Ну, как знаете. А я пойду хлопну. Мужичок выбросил окурок на землю и натянул тулуп поудобней. У меня тут вчера маленькая передозировочка вышла. Так весь день лечусь. Ну, лады. Располагайтесь, отдыхайте. Машину можете загнать во двор, а я вас завтра попроведаю. С этими словами мужичок развернулся, потрусил к дому напротив, скрылся за его калиткой. Док задумчиво покручивал в руках оставленный ключ. — Ладно. В ногах правды нет, — сказал артист. Пошли, что ли, в дом, раз ключ у нас есть. Они раскрыли ворота, загнали машину во двор, а потом пошли в дом. Сняли огромный замок, зашли в сене, включили свет. Сене, ну, скажем, по-городскому, прихожая. Коридор, большая комната в два окна, маленькая комната, кухня, две печки, лестница наверх, лестница вниз. Дом как дом. Док и артист остановились в большой комнате, руки в боки. Артист сделал шаг в коридор. — Ну что? Ищи чай, — сказал он, — а я печку пока протоплю. — Погоди, — остановил его док. — Что-то здесь не так. Надо бы глянуть, куда лестницы идут. — Док, я и сам вижу, что здесь не все в порядке, — поморщился артист. — Но ведь нас не в тыл к врагу заслали, а? Ты же просто приехал к своему другу, с которым не виделся больше десяти лет, на свадьбу. И я с тобой. Отдохнуть и развлечься. Может, не стоит играть в партизан, а просто заварить чайку покрепче, да и посидеть, подумать о том, как странно живет твой Леха Сомин? — Думаешь, это у меня профессиональная болезнь? — с сомнением спросил док. — В разумании преследования? — Будь проще, док. Мало ли, что на свете бывает. Док покачал головой. — Понимаешь, Семен, — произнес он, — как-то здесь все слишком не так. — Посмотри, ни одной фотографии на стенах, никакой посуды, никаких вещей. Ну, я не знаю, что там еще бывает в доме, где постоянно живут. Понимаешь, такое впечатление, что это мертвый дом. Не жилой. — Нет, давай-ка мы все здесь осмотрим, а потом уж заварим чайку. Артист вздохнул. — Ну, ладно, — говорил. — Давай осмотрим. Они разошлись по комнатам и минут пятнадцать усердно рыскали во всех углах, шкафчиках и нишах. А потом снова сошлись в прихожей. — Ну что, — спросил Док. — Ничего. — Абсолютно. Пара старых тряпок и все. Даже золы в печках нет. — А я нашел кое-что. — Ну да. — Там, в большой комнате, — рассказал Док. На столе полупустая упаковка чая, сахар в банке, сухари и три стакана. А на подоконнике — консервная банка с пятью окурками и несколько пустых пивных бутылок. — Все? — Все. — Не густо. — Ну и что мы имеем? — Здесь никто не живет, — убежденно констатировал Док. — И давно. — Может, это Петрович для нас с тобой принес сегодня с утра чаю с сахаром? — А заодно и пивные бутылки? — Артист снова хмыкнул. — Бедновато, однако, твой Леха Сомин живет, — сказал он. — Может быть, у него хотя бы в погребе что-нибудь припасено для гостей? Док кивнул. — Давай. А я наверх. И они опять разбежались, только теперь один вниз по лестнице, а другой наверх. Док отворил низенькую дверку в чердачное помещение и обнаружил за ней обычный хлам под толстым слоем пыли. Пяток кирпичей, десяток досок, несколько стопок старых журналов, несколько тряпок, одним словом, ничего особенного. И вдруг он услышал снизу короткое «Док!». Тут же, тревожно встрепенувшись, он быстро спустился в подвал. Там, посреди высокого подпола, сидел на корточках артист и с интересом разглядывал то, что было разложено перед ним на тряпках. — А вот и сюрприз к праздничному столу, — сказал он, не оборачиваясь, когда в подпол спустился док. На промысленной тряпке были аккуратно разложены новенький калаш АКМ с полным набором, подствольным гранатометом, лазерным прицелом, тремя обоймами и пятью гранатами, две беретты с глушителями и четырьмя запасными обоймами, штык-нож, взрыватели и две плоские коричневые упаковки. — Док присел рядом с артистом. — Это пластид, — сказал артист, указывая на коричневые упаковки. — Сам видишь, здесь даже третий хватит, чтобы разнести в щепки солнечный вместе с бензоколонкой. Док, что здесь происходит? — Пока не понимаю. — Но ведь здесь твой друг живет? — Не уверен. — Знаешь что, — предложил артист, поднимаясь, — пойду-ка я загляну к этому Петровичу и потрясу его как следует. Что-то мне не нравятся такие загадки. Док тоже поднялся. — А про передозировочку помнишь, как он сказал? — Тоже лексикончик, тот еще. Деревенский. — Меня больше беспокоит другое, — сказал Док. — Этот Петрович поначалу назвал Лешку Сомина шахом. Хотел бы я знать, откуда ему известно, что у Лешки было такое прозвище. — Ты понимаешь, что здесь происходит? — спросил артист. — Нас что, хотят втянуть во что-то? Или это просто чья-то шутка, розыгрыш? — Я пока что понимаю только одно, — сказал Док. — Здесь нам лучше не оставаться. Он завел двигатель и осторожно вывел машину через задний двор, где тоже были ворота, но только на соседнюю улицу. Нива медленно и почти бесшумно выкатилась со двора на проезжую часть. И только там Док врубил фары и прибавил скорость. В сгустившейся темноте зимнего вечера машина быстро уходила прочь от дома номер пять по Карла Маркса. — Я надеюсь, ты не в Солнечный порулил? — поинтересовался артист. — Нет. Остановимся пока у Константина. А там видно будет. — Ты что, собираешься проводить здесь расследование? — Не знаю. Но только есть одна большая проблема. Пригласил меня сюда Лешка Сомин. Тот самый. Реальный. Мой школьный друг, которого я не видел больше десяти лет. Это совершенно неопровержимый факт. И я должен что-то с этим фактом сделать. Хотя бы прояснить его. При чем тут оружие? А если у него проблемы возникли, то при чем тут свадьба? Если это кто-то катит на нас, то при чем тут вообще Двоегорск? И где он, Шах, сейчас? Что это за хрен с горы, который назвался Петровичем? — Да, — вздохнул артист. — А я так всю дорогу мечтал о зимней рыбалке. — Ну, так ведь ты здесь вообще случайно. Все это мои личные проблемы. А вот это совершенно не факт. Так что сиди, дорогой мистер Перегудов, и не крякай. Я тебя одного здесь не оставлю. Док знал, что артист так и скажет, не сомневался. Но все-таки чувствовал свою вину за то, что втянул его во всю эту историю. Ведь тогда, пять дней назад, она и в самом деле начиналась всего лишь как неожиданная поездка на зимнюю рыбалку. Как... А с чего, собственно говоря, все началось, — подумал вдруг Док. И в какой последовательности? Дайте-ка вспомнить. Что-то здесь явно не так. Часть третья А началось все именно тогда, пять дней назад, в Москве, на смотровой площадке перед университетом, откуда с Воробьевых гор над Москвой рекой открывается море московских крыш. Крыш всех видов, какие только можно придумать. Купола, шпили, башни, ломаные крыши, плоские крыши панельных многоэтажек, огромный овал покрытия Лужниковского стадиона. Вроде бы и ничего особенного, а смотреть можно бесконечно, как на огонь или воду. Вот именно там все и началось. Приглашение на свадьбу Шаха, правда, пришло Доку чуть раньше, на адрес его матери, заказным письмом, и Док ездил за ним и даже узнал, что Леха Сомин звонил на днях, чтобы удостовериться, что письмо дошло, только телефон свой так и не оставил. Но тогда еще Док не особенно задумывался над всем этим. Он просто был рад, что оно пришло, и все. Шутка ли быть неразлучными друзьями с детского сада и до девятнадцати лет, потом разбежаться неожиданно по разным городам и потерять друг друга больше, чем на десять лет, а потом вдруг неожиданно встретиться в Чечне? Док был очень рад этой случайной встрече. Оказалось, что так же, как и сам Док, Шах отучился в военном училище, и что теперь они шагают по одной дорожке. А потом вдруг получить от своего друга, который все-таки нашел тебя, приглашение на свадьбу и напоминание о том, как клялись они в десятом классе, собраться по первому же зову, каким бы он ни был, радостным или печальным. Потому что выжить в этом мире можно только сохраняя верность друзьям и данным в юности обещаниям. И разве можно было нарушить такое обещание теперь, когда жизнь Дока в последние несколько лет только подтвердила правильность этой мысли? Кровью подтвердила. Тогда, в десятом классе, он еще не был Доком. Он был Ванькой Перегудовым. Доком он стал потом, после военной медицинской академии и нескольких лет службы. После того, как встретился в Чечне с Пастухом, который раньше тоже был всего-то Сергеем Пастуховым. Капитан спецназа Пастухов тогда подбирал боевую команду. Тщательно подбирал. Потому что это должна была быть лучшая в армии команда. Ему это удалось. И с тех пор они так и остались лучшими. Док уже был в команде Пастуха, когда встретил Шаха в Чечне. Но тогда он ничего не сказал старому другу ни о Пастухе, ни о ребятах. Потому что есть вещи, которые не доверяют даже старым друзьям. Ну и Лешка Сомин тоже не особенно распространялся о своей службе. А Док не спрашивал. По той же самой причине. Больше они не встречались. А когда война окончилась, Доку уже было не до воспоминаний. Пастух снова собрал команду, потому что лучших не увольняют в запас и не отпускают на пенсию. И началась тяжелая, утомительная работа. Только теперь они не воевали, а, как это официально называлось, выполняли специальные мероприятия. Впрочем, какая разница, как это назвать. Да и они все остались прежними. Пастух, Док, Артист, Муха, Боцман. И по-прежнему верили друг другу безоговорочно на все сто. И знали, что так будет всегда. Потому и оставались лучшими. Перемены же в их жизнь врезались совсем с другой стороны. Врезались неожиданно и неумолимо. Два года назад их было семеро. Тимоху убили под Зарайском, чуть меньше двух лет назад, после операции на Кипре. Трубач погиб чуть меньше года назад, во время их маленькой войны в Рашиджистане. Их командари дело с каждым Новым годом. Но об этом совсем не хотелось думать. Так же, как не хотелось им раздумывать над тем, на кого и ради чего они работают, и какие политические силы в этом задействованы. Думать об этом было совершенно бессмысленно. И в этом они тоже убедились, увы, на своем собственном опыте. Они работают на правительство, в интересах государства, и получают за это деньги. Все. Точка. Кроме этого, достаточно знать только одно. Пока они остаются верными друг другу, у них остается свобода действий. А значит, они всегда могут поступить так, как считают нужным. Правда, иногда это бывает невозможно сделать. Но это только иногда. И вот, когда Док снова стал забывать о своем старом друге, от Лешки Сомина на адрес матери Дока пришло письмо. Пришло он на мать просто потому, что его собственный адрес был мало кому известен. Только четверо теперь знали его адрес. Пастух, артист, муха и боцман. А кроме них, может быть, лишь полковник Голубков, да еще пара человек. Но уж Шах точно не мог знать адреса, купленные всего два месяца назад в московской квартире Дока. Он сам связывался с матерью, и в один прекрасный день она сообщила о письме. Он понял, что приглашение на свадьбу — это только предлог встретиться и вспомнить былые дни. И на этот раз Док не мог отмахнуться от старого друга. В последний месяц они жили как-то непривычно тихо. Управление не тревожило, и поэтому Док, само собой, сразу же начал готовиться к поездке. Для него она вдруг стала очень важным событием. Он с радостью обнаружил, что та его прежняя жизнь никуда не делась. Просто она, как петляющее русло реки, скрылась на время за холмами, а потом показалась снова. Такая же сверкающая и безмятежная, как и была. А может быть, скрыл эту реку лед? Всего лишь на зиму скрыл, а к следующей весне освободил? Существует ли река зимой? Можно ведь даже ходить по ней и не обратить на нее внимания. Но ведь зима проходит. Значит, все-таки можно вернуться. Можно войти в воду еще раз. Трудно, конечно, но если ты остался верным юношеской клятве, то почему не поверить в то, что это должно получиться? Должно. И понял все этот док, стоя на смотровой площадке перед университетом и глядя на московские крыши, белый снег и скованную льдом Москва-реку. Все было решено. Дока даже не смущало поначалу название городка, в котором почему-то поселился его старый друг Лешка Сомин. Какой-то двоегорск где-то в Свердловской области. Как его туда могло занести? Впрочем, это было неважно. Док купил в первом же попавшемся на глаза автосалоне новую Ниву. В конце концов, если он сейчас вполне мог позволить себе такой подарок, почему бы в самом деле и не позволить его? Кто его знает, что будет потом? Может, они с Шахом больше и не встретятся? Одним словом, купил и сразу решил ехать, прямо на следующий день. Пусть на два дня раньше назначенной в приглашении даты, это даже к лучшему. Оставалось только зафиксировать свой отъезд. Док собирался просто связаться с пастухом по телефону и предупредить, что его дней пять от силы шесть не будет. Связывались они всегда через Серегу Пастухова, потому что пастух был не просто старшим их команды, которому необходима полная информация. Пастух — это их генератор. Это не просто солдат, это прирожденный воин, обладающий дьявольским чутьем. Он единственный из них, кто устает не в боевых операциях, а в мирной жизни, когда нет опасности и напряжения. Кажется, он просто рожден быть воином-одиночкой, который может положиться только на себя и который всегда выживает, оставшись в одиночестве. Но при том это абсолютно надежный человек, преданный раз и навсегда, что бы ни случилось. Поэтому и неудивительно, что именно вокруг пастуха собралась команда. Поэтому и неудивительно, что именно он стал старшим в команде. Поэтому и неудивительно, что команда эта жива до сих пор. В общем, док позвонил. Пастух слушал, как казалось, рассеянно, нехотя поддакивал так, словно голова его была всецело занята чем-то другим. Через пару-тройку минут док закончил, сообщив на всякий случай, что город называется Двоегорск. Пастух в очередной раз поддакнул и вдруг спросил, — Ты уверен, что должен ехать один? — Сережа, это ведь личное дело, — возразил док, не совсем понимая причины его вопроса. — Все равно, что приглашать кого-нибудь на просмотр своих собственных снов. — Как знаешь, — сказал пастух, — но мой тебе совет. Проанализируй все еще раз и не забывай, что уже два года в нашей жизни не может быть случайных совпадений. В принципе. Я подумаю над этим, — пообещал док, — но здесь совсем другой случай. На этом их разговор закончился, и док еще полдня размышлял о том, что могло обеспокоить пастуха при такой полной ясности. Можно было бы воспринять этот совет как следствие некой липовой предусмотрительности. Я, мол, тебя предупредил. Но только в том случае, если бы он прозвучал не из уст пастуха. Слишком хорошо док знал чутье старшего их команды. Сомнения его закончились только к вечеру, когда неожиданно раздался звонок, и док услышал в трубке голос артиста. — Слушай, док, — сходу предложил артист, — давай сегодня надеремся в каком-нибудь приличном баре до зеленых соплей, а? — Семен, что ты болтаешь? — не удержался от смеха док, прекрасно знавший, что артист вообще не пьет. — А что делать? — по-детски напрямик спросил тогда артист, и голос его выдал полную раздеренность и неразбериху чувств. — У тебя что, проблема? — У меня много проблем. — Ну, тогда через два часа я за тобой заеду. Сомнения разрешились сами собой. Как оказалось, Семен Злотников по прозвищу артист просто-напросто поссорился самым банальным образом со своей девушкой Александрой и к своему несказанному ужасу совершенно не представлял, что ему теперь делать. Первая мысль, пришедшая ему в голову, была самой примитивной — сбежать на время подальше. А вот это как раз на руку решил док, и Семке помогу, и к предостережению пастуха на всякий случай прислушаюсь. Хотя, если честно, он так и не воспринял тогда это предостережение всерьез. Не воспринял тогда, захватывая с собой дорогу артиста. Не воспринимал и потом, в дороге. Более того, через полдня пути док вообще забыл о нем. И только сейчас, покинув пустующий дом номер пять по улице Карла Маркса, в подвале которого артист наткнулся на оружие, и передвигаясь осторожно вдоль погрузившихся в вечерний полумрак улочек Двоегорска, только сейчас док осознал во всю силу, что чутье опять не обмануло пастуха. ЧАСЬ ЧЕТВЕРТА ЧАСЬ ЧЕТВЕРТА Ауди были только двое — долговязый Битый и толстый милицейский капитан. Причем Битый, сидя за рулем, метал громы и молнии, ожесточенно жестикулировал и покриковал, а капитан недовольно морщился и пытался возражать. Когда машины остановились у Солнечного, Битый выскочил первым и потащил за собой капитана буквально за шиворот. За ними потянулись и остальные пятеро. В помещении кафе тем временем оказалось пять человек — бармен и четверо накачанных молодых людей, тех самых, что часа полтора назад попытались вышвырнуть из этого кафе какого-то приезжего, игравшего в бильярд. Таким образом, в Солнечном в эту минуту собралась ровно половина того, что Битый называл своей «бригадой», а толстому капитану и бармену следовало бы называть организованной преступной группировкой, но чего они ни в коем случае не делали, поскольку один получал от Битого деньги, а другой его боялся. Как, впрочем, и большинство остальных граждан Двоегорска, занимавшихся хоть какой-то деятельностью. — Где они? — ряпкнул Битый на бармена, стремительно подходя к стойке. — Кто попытался не понять бармен и тут же получил увесистый удар в челюсть? — Где они, сука? — повторил Битый. Бармен поднялся, стирая побежавшую кровь. Руки его дрожали. — Не знаю, — сказал он. — Они сразу уехали. — Куда? — Да откуда мне знать? Еще один удар чуть не сломал бармену челюсть. Он с грохотом врезался в жарочный шкаф, но на ногах удержался. — Я правда не знаю, но слышал, что они собирались задержаться в городе на несколько дней. — У карася? — Нет, карась ни при чем. — Вы теперь все тут при чем? — огрызнулся Битый и резко повернулся к капитану. — Найди мне их. Найди, или я отымею всю вашу мусорную яму. Понял? Так и передай своему майору Смирнову. — Успокойся. — недовольно буркнул капитан. Ему не нравилось все это, абсолютно. Потому что ему совершенно не улыбалось искать каких-то залетных транзитников, не угодивших Битому. Да и вообще ему до тошноты осточертела эта гнусная бандитская рожа, с которой он, капитан, ничего, ничего не мог поделать. А поэтому оставалось только недовольно оправдываться и изворачиваться. — Успокойся, — повторил капитан, — если они в городе, найдем. Но ведь ты даже имен их не знаешь. — Он знает, — подал вдруг голос Кеша и кивнул своей разбитой вдрызг о бильярдный стол рожей на Бармена. Битый тут же схватил несчастного Бармена за шкирку и дернул на себя. — Говори. — Одного не знаю, — проговорил Бармен. — А Большого зовут Иван. Он еще сказал, что он доктор, и поэтому второй его доком называл. И тут вдруг брови капитана поползли вверх. — Доком? — переспросил он. — Ну да. — Ты, если еще что-то знаешь, — посоветовал Бармен убитый, — лучше сразу говори. — Они спрашивали, как найти улицу Карла Маркса, — сказал Бармен. — Это все, что я знаю. — Карла Маркса? — снова переспросил капитан. Раздраженность его немедленно улетучилась. Теперь он был сосредоточен и серьезен. Настолько, что даже битый его перестал беспокоить. Впрочем, долговязый бригадир всего этого не заметил. Он отпустил Бармена и жестом приказал своей бригаде вываливать на улицу, и все девять бойцов молча поплелись к выходу. — В общем, я сказал, капитан, — напомнил битый, — чтобы завтра ты их нашел. — Если я доберусь до них первой, я тебе ни копейки больше не отстегну, запомни. — Найдем, найдем! Отмахнулся от него капитан, как от назойливой мухи, и на какое-то мгновение битый даже удивился. Но только на мгновение. Потом он ушел за своими, а капитан, тут же позабыв обо всем, подался к бармену и негромко, но требовательно произнес телефон. Он должен был немедленно сообщить своему начальству, тому самому майору Смирнову, что человек, которого они ждали послезавтра, уже появился в городе. И появился не один. Нет, ошибки быть не могло, это именно он. И кличка сходится, и адрес, и даже то, как уделали этого козла битого. Вот дурачок, найди мне его. До этого человека здесь ждет не вонючая бригада подростков-вымогателей, а две дюжины вооруженных до зубов спецназовцев. Впрочем, капитан и сам не знал всех подробностей. Он знал только одно, что человек прибыл. Прибыл на два дня раньше срока, и не один. И теперь именно он, капитан Тарасюк, первым доложит об этом. Глава третья. Калиф на час. Часть первая. Утро дня проведения операции пастухов встретил в приподнятом настроении. Накануне он лег спать достаточно рано и великолепно выспался. Проснувшись, не спеша принял душ. Тщательно побрился. Облачился в ненавистный строгий костюм помощника депутата. До времени, назначенного для сбора делегации в холле отеля, оставалось еще полчаса. И Сергей отправился в бар у себя на этаже позавтракать. В этот ранний час в баре еще почти никого не было. Только в углу сидел над чашкой кофе какой-то араб средних лет. Пастух подошел к стойке и попросил по-английски — чашку капучино и пару сандвичей. — Есть сандвичи с тунцом, ветчиной и цыпленком, — сообщил бармен. С цыпленком, — уточнил Сергей и взгромоздился на высокий табурет у стойки. Бармен тут же поставил перед ним тарелку с сандвичами и запустил кофейный автомат. Пастух, не дожидаясь кофе, принялся жевать бутерброд. Очень хотелось есть. Бармен же, убедившись, что клиент занят делом, бросил мгновенный вопросительный взгляд на арабу в углу. Тот чуть заметно кивнул ему. Бармен вернулся к кофейному автомату и через секунду поставил перед Сергеем чашку с кофе. — Приятного аппетита, сэр! — произнес бармен и принялся перетирать бокалы белоснежным полотенцем. Весь завтрак заняло пастуха минут десять, считая и неспешное смакование кофе. Расплатившись, он спустился в холл отеля, предварительно захватив приобретенный накануне чемодан. В холле уже царило то обычное для больших делегаций оживление, когда практически все члены делегации уже собрались, но не могут пока никуда тронуться, поскольку ожидают двоих-троих опаздывающих. Перед входом в отель стояли огромные мерседесы, присланные из президентского гаража после обычной волокиты и попыток выяснить какие-то совершенно ненужные подробности официального визита. Наконец кто-то дал команду на посадку, и члены делегации ринулись к автомобилям. Тут сразу же выяснилось, что визит рассчитан не на всех. Какой-то эксперт с возмущением доказывал, что без его личного участия все мероприятие теряет всякий смысл, обещал жаловаться кому-то в Москве и под конец согласился взять такси за свой счет, если мест не хватит. Пастух разумно в общей толчее не участвовал, но как-то так получилось, что он одним из первых занял место на переднем сиденье одного из мерседесов. Но выяснения отношений избежать ему все же не удалось. Некий молодой депутат открыл дверцу машины и решительно сказал, освободите место, помощники на приеме присутствовать не будут. — Будут! — скучным голосом ответил даже не пошевелившийся пастух. — Я к кому сказал! — продолжал кипятиться депутат, тем более, что и заднее сиденье уже заняли два человека. Пастух мысленно сосчитал до десяти и промолчал. Не хватало ему еще влезть в конфликт с представителем законодательной власти. Депутат, похоже, уже готов был перейти к активным действиям. Но тут к машине подлетел личный референт Жириновского и, окончательно отбросив совершенно ненужные ему условности, попросту гаркнул на депутата. — Вам что, места мало? Садитесь третьим назад и не задерживайте всю делегацию! — Но что тут делает этот помощник? — начал было оправдываться опешивший молодой законодатель, но референт разраженно оборвал его на полусловие. — Оно прекратите бардак! Этот человек едет по личному распоряжению главы делегации, как дети, ей-богу! Личное распоряжение главы делегации, видимо, произвело нужное впечатление, и молодой депутат, состроив чрезвычайно кислую мину, покорно полез на заднее сиденье. Ожидая того момента, когда кортеж наконец-то тронется, Сергей со скучающим выражением лица смотрел в окно. Внезапно он вздрогнул и даже подался вперед, как будто стараясь получше что-то разглядеть. Его внимание привлек один человек в брюках и рубашке цвета хаки, стоявшей среди толпы зевак на противоположной стороне улицы. Секунда, и человек повернулся и пропал, затерявшись в толчее. Пастухов вытер с олба появившуюся испарину и откинулся на сиденье. — Надо же! Да чего похож на трубача! Подумал он, нет, это нервное. Надо просто успокоиться. Трубач погиб, а ты просто волнуешься перед операцией. Хотя с чего бы тебе волноваться? — Правда, если уж друзья с того света являются, жди беды. Сергей не был суеверным человеком. Но эта ошибка почему-то вывела его из равновесия. И оставшиеся несколько минут до отправления кортежа пастух пребывал в состоянии смутной, неосознанной тревоги. За всем происходящим с интересом наблюдали журналисты. Встреча проходила при закрытых дверях, и акулы-пера ловили хоть какую-то возможность быть сопричастными происходящим событиям. Кто-то щелкал затвором фотоаппарата. Корреспондент CNN бодро вещал на камеру какую-то ахинею. Судя по его серьезному лицу, работал он в прямом эфире. В общей толпе журналистов стоял и Коперник. Для виду он сделал несколько снимков и теперь просто курил, прислонившись к стене. — Привет, Леонид! — как всегда громогласно произнес подошедший к нему флейшер. — Вас тоже не берут с собой? — Не берут, — ответил Коперник. — Обещают сообщить все после. Как говорится, с доставкой на дом. — Вам хорошо, — вздохнул американец. — Вы всех знаете. — Кое-кого знаю. Не стал спорить Коперник. — Ну, в таком случае, кто этот тип в третьем Мерседесе? — спросил вдруг флейшер. — Который? — насторажился Коперник. — Вот этот парень на переднем сиденье, — пояснил американец. — Это как раз из тех, кого я не знаю. Какой-то эксперт или помощник. Пожал плечами Коперник. Чем он вас так заинтересовал? — Уж очень у него важный вид с этим чемоданом, — улыбнулся флейшер, бросаясь к какой-то новой жертве. Коперник проводил его внимательным взглядом. — Спустя минуту кортеж машин тронулся в путь. Впереди колонны катил армейский джип с пулеметом. Еще три таких же машины заняли место в хвосте. Пронзительный вой сирены и энергичные действия военных все же давали свои результаты. Кортеж по закрученным багдадским улицам хоть и не очень быстро, но без остановок двигался. Был и еще один человек, который пришел провожать машины с русскими парламентариями. Отжамал Гхош. Пакистанец все это время стоял среди зевак напротив отеля, и, казалось, от его напряженного взгляда не ускользнет ни одна деталь происходящего. Как только последний джип скрылся за поворотом, Гхош как-то грустно вздохнул и неспеша побрел прочь. А в салоне того Мерседеса, в котором ехал пастух, никак не мог успокоиться оскорбленный в лучших чувствах депутат. — Слушайте, — обратился он к пастухову, — на кой черт вы взяли с собой этот дурацкий чемодан? Вы бы еще рюкзак прихватили. — Вернемся в Москву. Убью гада! — подумал про себя Сергей. Резко обернувшись, пастух поманил депутата пальцем. — Дело в том, что я шпион, — заговорщически сообщил он. — Как шпион? — оторопел от подобной откровенности депутат и спросил неуверенно. — Вы шутите, да? — Уж какие там шутки! — горестно вздохнул пастух. Он уже придумал фразу, чтобы окончательно запутать бедолагу депутата, но произнести ее не успел. Резкая боль вдруг пронзила его желудок, будто раскаленный бур прошелся по внутренностям. Сергей побледнел, как полотно, из последних сил стараясь держать себя в руках. — Что с вами? — испуганным шепотом спросил у него депутат. Пастух подумал, что готов убить говоруна и не дожидаясь возвращения на родину. Но тут новый приступ пронзительной боли окончательно лишил его сил. Судорожно вцепившись в ручку чемодана, лежащего у него на коленях, он второй рукой рванул ворот рубашки и тут же его согнул пополам третий приступ. Водитель, почуявший, что в салоне происходит что-то неладное, озабоченно обернулся на бледного пассажира и тут же поднес к рту микрофон радиосвязи. Кортеж остановился. Тотчас около машины, в которой ехал пастух, притормозил армейский джип и подтянутый офицер распахнул дверцу Мерседеса. «Наверное, съел какой-то местной дряни», — с сочувствием произнес притихший депутат. Быстро окинув взглядом корчащегося от боли пастуха, офицер отдал по радио какую-то команду. Спустя еще минуту из потока машин выскочила скорая помощь. Два санитара деловито вытащили носилки и аккуратно положили на них почти теряющего сознание пастуха, который, тем не менее, продолжал прижимать к себе чемодан мертвой хваткой. Так, в обнимку с чемоданом, он и исчез в чреве скорой. Так что, когда на место происшествия прибежал запыхавшийся референт Жириновского, смотреть было уже не на что. — Что тут происходит? — нервно спросил референт. — Вашему человеку стало плохо, — пояснил депутат Говорун, и в его голосе послышалось. Я же говорил, что не надо брать этого типа с чемоданом с собой. — Твою мать! Только и нашел, что сказать оторопевший референт. Вот этого нам как раз и не хватало. Тем временем скорая сверкнула разноцветными маяками и, оглашая окрестности сиреной, рванула прочь. Офицер, снявший пастуха с гостевого маршрута, умчался вслед за скорой, вскочив в свой джип уже на ходу. Референт проводил их растерянным взглядом. Потом встрепенулся и, покрикивая, продолжаем путь, продолжаем путь, засеменил к головной машине. И вскоре кортеж снова тронулся по направлению к дворцу. Только уже без пастуха, увезенного в неизвестном направлении. Коротая время до возвращения делегации из дворца, Коперник сидел в баре отеля «Хилтон» в компании Стивена Флейшера. Похоже, что жизнерадостному американцу просто нечем было заняться, вот он и выбрал общение со своим русским коллегой как самый простой способ убить время. Коперник, как всякий шпион, старался избегать любых конфронтаций и потому был сейчас вынужден терпеливо выслушивать болтовню Стивена. Сам он при этом был немногословен и больше кивал головой в знак согласия, иногда вставляя короткие фразы. «Неужели, Леонид, вы уверены, что этой страной до сих пор правит Саддам Хусейн?» — вопрошал американец, не забывая, впрочем, о своем пиве. Коперник так не думал, но выражение его лица было столь неопределенным, что Стивен мог истолковать его как угодно. И он истолковал его как одобрение. «Саддам давно уже миф», — с уверенностью продолжил Стивен. «Его нет. Так, символ для своих и пугалка для чужих. И главное, это всех устраивает, включая наш Госдеп. А знаете почему? Потому что американским налогоплательщикам нужен образ абсолютного врага, что-то среднее между Гитлером и Сталиным». И толстяк-американец пытливо уставился на Коперника. Поняв, что во второй раз ничего не выражающая мина его не спасет, Коперник Виола ответил, — но Хусейн чуть не каждый день публично выступает. «Вот!» — радостно гаркнул на весь бар Стивен, так что бармен даже оторвался от своего любимого занятия — протирки бокалов. — В том-то и фокус, что слишком часто он это делает. Ну, какого дьявола президент-диктатор стал бы таскаться по митингам, что ему заняться больше нечем? И в то же время по митингам таскается, а с официальными иностранными представителями почему-то упорно не желает встречаться. Вот и сегодня, между прочим, ваши конгрессмены удостоились увидеть лишь премьер-министра. — Да, это так, — сказал Коперник, чтобы хоть что-то сказать. — А вот вам конкретная история. Не далее, как неделю назад, состоялись целых два выступления Саддама перед военными и не то крестьянами, не то рабочими. Промежуток между выступлениями — час. Расстояние — сорок миль. Так вышло, что я оказался на этом шоссе именно в это время. Никакого Саддама. Ни пешком, ни на автомобиле, ни даже на вертолете. Там пустыня, и видно далеко. Двойники. — Напишите об этом, Стивен, — посоветовал Коперник. — Это посильнее Уотергейта. — Да я ведь уже сказал вам, — вздохнул американец, — что к госдепу это ни к чему. Не будет Саддама, с кем тогда станет сражаться наш Пентагон? С иракским народом? Но это противоречит принципам демократии. — Неужели? — искренне удивился Коперник. — Ну, по крайней мере, это будет выглядеть некрасиво, — ответил Стивен и допил пиво. — Пожалуй, пойду возьму еще. — Прихватить на вашу долю пиво, Леонид? — Нет, спасибо. Я пас. — Ну, как хотите, — пожал плечами американец и отправился к стойке бара. Коперник, воспользовавшись передышкой, взглянул на часы. И в этот момент к его столику подошел молодой араб в строгом костюме. — Господин Захаров? — спросил он на безукоризненном английском. — Да, — не стал возражать Коперник. — Известное вам высокопоставленное лицо желает встретиться с вами как можно скорее. — Тихо сообщил араб. — Как можно скорее это как? — не понял Коперник. — Немедленно. — Я буду ждать вас в синем Ситроене в квартале от отеля. Дело не терпит отлагательства, — пояснил араб, и по его тону Коперник понял, что дело и впрямь не может ждать. — Хорошо, я буду. — Араб кивнув, исчез. — Коперник тоже поднялся. — Уходите? — с сожалением спросил вернувшийся со своим пивом Стивен. — Дела, — развел руками Коперник. — Надо зарядить пленку, фотоаппарат, до возвращения делегации. — Возьмите мою, — предложил американец. — Спасибо. — Но предпочитаю работать на своей, — поблагодарил Коперник с облегчением, покидая бар. Стивен проводил его внимательным взглядом. — Араб, как и обещал, ждал его в синем Ситроене. Коперник сел рядом с ним на переднее сиденье, и машина немедленно тронулась с места. — Что случилось? — спросил Коперник. — Вы все узнаете из разговора с господином советником, — коротко ответил Араб. — Коперник, усмехнувшись про себя, подумал, что, по крайней мере, он теперь знает, о каком именно высокопоставленном лице идет речь. Тем временем делегация российского парламента возвратилась в отель. Официальная встреча во дворце не затянулась надолго, да иначе и быть не могло, ибо носила она, скорее, символический характер. Что-либо конкретное решиться на ней просто не могло. Стивен Флейшер не терял времени зря. Вернувшуюся делегацию он встречал в толпе журналистов. Опять несколько снимков, пару абстрактных интервью на тему иракско-российских отношений. Особенно американца заинтересовал красочный, в меру юмористичный рассказ уже знакомого нам молодого депутата о внезапном недомогании одного из помощников по пути во дворец. Не ускорзнуло от внимания жизнерадостного толстяка и отсутствия его русского коллеги. Члены делегации довольно быстро растеклись по своим номерам, чтобы поскорее сменить официальные костюмы на более уместную в такую жару легкую одежду. Американец же, с которого вдруг разом слетела его показная жизнерадостность, поймал такси и, тяжело плюхнувшись на заднее сиденье, приказал в представительство ООН ЖИВА. Ни у одного только Коперника время от времени возникала необходимость в сеансах секретной связи с центром. Между тем Ситроен доставил Коперника на место встречи. Местом этим оказался аккуратный дом на одной из тех многочисленных улочек, запомнить которые человеку, не родившемуся в Багдаде, было просто невозможно. Раб остановил машину напротив небольшой железной двери и, обернувшись, сказал — поднимайтесь на второй этаж. Коперник быстро окинул взглядом фасад дома, но ничего подозрительного не обнаружил. Впрочем, как профессионал он прекрасно понимал, что в случае засады, подготовленной специалистами, ничего подозрительного быть и не должно. Продолжать сидеть в Ситроене было бессмысленно, зачем он тогда вообще согласился ехать. Коперник вылез из автомобиля и вошел в железную дверь. По темной лестнице он осторожно поднялся на второй этаж и оказался в небольшой белой комнате с минимумом мебели. Два кресла и журнальный столик. У окна, спиной к двери, стоял советник президента Хусейна Джабр Мохаммед Аль-Тимими. И пребывал он явно не в лучшем расположении духа. Услышав шаги, Джабр Мохаммед резко обернулся и посмотрел на Коперника. — Добрый день, господин советник, — поприветствовал его тот. — Хорошо, что вы пришли. Вместо приветствия бросил советник. — Садитесь. У меня всего двадцать минут. Никто не должен заметить моего отсутствия. — Что-то случилось? — искусно изобразила собоченность Коперник. — К чему такая экстренность? Я, конечно, как всегда, рад новой встрече с вами, господин советник, но, по-моему, мы должны были держать связь через вашего человека. — Он мертв, — прервал его Джабр Мохаммед. — Как мертв, — опешил Коперник. Коперник очень просто, убит вчера днем, зарезан собственным кинжалом. — Наш человек, — поспешил сообщить Коперник, взял у него чемодан без происшествий. — По всей видимости, ваш человек был последним, кто видел связного с живым. — Что вы хотите сказать? — насторожился Коперник. — Не волнуйтесь, — ляло улыбнулся советник, — я не собираюсь обвинять его в убийстве, и у меня есть на то веские причины. По дороге во дворец у вашего человека случился внезапный приступ. — Его ведь зовут Пастухов? — Да. — Какой приступ? Где он? Он жив? Коперник вошел в роль и Васю сыпал бессмысленными вопросами. — Ничего пока неизвестно, — спокойно ответил Аль-Тимеми. — Приступ? Что-то с животом или с желудком? Охрана... Замечу, это была охрана Камаля Абделя Аль-Вадзи. Так вот, охрана перенесла вашего Пастухова в скорую, и он был увезен в неизвестном направлении. — Он жив? — повторил свой вопрос Коперник. — Пока никаких сведений. — Его отравили. — И это дело рук военных, — твердо заявил Коперник. — Не буду спорить с вами, господин Захаров, — пожал плечами Джабар Мохаммед. — Ясно одно. На данный момент операция сорвана. — Что скажете? — В первую очередь необходимо найти нашего человека, — твердо заявил Коперник. — Разве военные уже захватили власть в Ираке? Советник вздрогнул и пронзительно посмотрел на Коперника. — Это имеет смысл только в том случае, если ваш человек не умер уже от приступа аппендицита до такого скоропостижного, что даже наши военные хирурги не смогли его спасти. Такие случаи бывали уже ранее. Но я, безусловно, приложу максимум усилий для того, чтобы его найти. — Мне необходимо срочно связаться с Москвой, — сказал Коперник. — Кое-что у нас на подобный случай предусмотрено. — Запасной маршрут? — с сомнением спросил советник. — Может быть. — уклончиво ответил Коперник. — В любом случае, я могу обещать вам, что не позднее, чем через день после убытия российской делегации, контейнер покинет Багдад. — Рад это слышать! — буркнул Аль-Темими и посмотрел на часы. — Вы запомнили человека, что привез вас сюда? — Да, господин советник. — Теперь он будет вашим связным. Если он понадобится, то закажите в отеле разговор с Дамаском. — Надеюсь, у вас нет необходимости и на самом деле звонить в Сирию. — Да, вроде бы... — Ну, вот и отлично. — Этот человек сам вас найдет. — Зовите его Али. — А теперь прошу простить меня, господин Захаров. Я вынужден убыть. Часть вторая. Операция русских сорвалась в результате противодействия армейского руководства Ирака. По имеющимся данным груз X остался на прежнем месте. Бригадный генерал Вильям Эдельман с отвращением отшвырнул полученную только что шифровку. — Все коту под хвост. — Прорычал он и с сожалением посмотрел на подробную схему нанесения точечных ударов по взлетной полосе багдадского аэропорта. Проклятые ЦР-ушники! — Не волнуйтесь так, Билл! — невозмутимо заметил генерал Сикс Смит. — У всего есть свои положительные стороны. — К черту положительные стороны! — Бригадный генерал, похоже, был готов взять пистолет и лично идти на штурм Багдада. Теперь придется снова начинать всю эту канитель с Газдепом. — Но могло ведь получиться и так, что шифровка пришла бы уже после того, как наши самолеты поднялись в воздух. — Как бы, между прочим, предположил англичанин. В глазах американского генерала на секунду зажегся азартный блеск, но тут же потух. — Бесполезно! — вздохнул Эдельман. — Секретчики автоматически регистрируют время прибытия шифровок. К тому же аналогичное сообщение уже легло на стол директора ЦРУ. — В любом случае, нам ни к чему было бы возиться с русскими парламентариями, тем более, что, я слышал, их возглавляет весьма скандальный тип. Завтра они покинут страну, и мы нанесем удар по старому плану. — Нет, — вздохнул Эдельман, — не нанесем. — Какие они-нибудь, эти чертовы генералы из иракской армии, но они действуют. Вон сорвали операцию своих политиков. А мы, пока пройдем все слушания в Конгрессе, до комиссии в Госдепе, — бригадный генерал обреченно махнул рукой. — Короче, я отдаю приказ об отмене готовности номер один. Сразу же после встречи с Джабром Мохаммедом Аль-Темими Копернику предстоял еще один неприятный разговор с начальником отдела специальных мероприятий управления полковником Голубковым. Через полчаса Коперник уже сидел в знакомой нам переговорной комнате в резидентуре российского посольства. Глядя на телефонный аппарат в ожидании соединения с Москвой, он набрасывал в уме основные моменты предстоящего разговора. Наконец телефон издал короткий звук, и Коперник взял трубку. — Рад слышать вас, Константин Дмитриевич, хотя новости у меня дурные. — Оставьте ваши любезности, Коперник. Что произошло? — сердито ответил Голубков. — Операция сорвана. — Это я уже понял. Говорите толком, что произошло, что вы заставляете меня клещами из вас тащить подробности. — Ну так выслушайте меня, — обиженно ответил Коперник, хотя лицо его осталось совершенно спокойным. Наоборот, он с удобством развалился на стуле и даже закурил сигарету. — Пастуха с приступом боли в желудке увезла скорая. Это произошло по пути во дворец. Соответственно, операция оказалась сорванной. — Ваши версии, — деловито спросил Голубков, — только не говорите, что пастух съел что-то острое на ужин. — Объективности ради надо заметить, что и этот вариант нельзя отбрасывать, — спокойно заметил Коперник. Но у меня, Константин Дмитриевич, другое мнение. — Ну так давайте, выкладывайте его. Я уже докладывал вам, что решение правительства Ирака вернуть нам контейнер с бактериологическими штаммами вызывает активное сопротивление со стороны армейских кругов. Конкретно можно назвать фигуру начальника армейской разведки генерала Камаля Абделя Аль-Вадзи. Именно его люди охраняли кортеж с делегацией. Более того, под предлогом терактов со стороны курдских экстремистов он, накануне прилета делегации, ввел в Багдад войска. — Почему я об этом узнаю только сейчас? — Константин Дмитриевич, — ответил Коперник, — я не обязан докладывать вам оперативную информацию. Для этого существует резидентура внешней разведки. Возьмите их сводки и почитайте. Мы проводим совместную, подчеркиваю, совместную операцию, и моих полномочий, данных мне руководством ГРУ, вполне хватает для принятия любых решений. — И тем не менее, у вас на глазах пастуха отравили, и он исчез в неизвестном направлении, — уже спокойнее заметил Голубков. — Не мне вам рассказывать, Константин Дмитриевич, — спокойно продолжил Коперник, — что если отравили именно пастуха, то значит была утечка информации. В конце концов, там ведь было еще десять человек. Я только что встречался с нашими иракскими партнерами. Они сообщили, что их человек, видевший пастуха и передавший ему, как это и было предусмотрено, чемодан, сразу же после этого был убит. Есть все основания предполагать, что это дело рук людей генерала Аль-Вади, его почерк. — Хорошо, — оборвал его Голубков, — что вам известно о пастухе? — Пока ничего, кроме того, что я вам уже сообщил. Я сейчас этим занимаюсь. Наш партнер из иракского правительства обещал приложить максимум усилий для поиска пастуха. Учитывая характер работы армейской разведки, можно предположить два исхода дела. Первый — пастух уже умер под ножом хирурга. Второй — он завтра же будет доставлен целым и невредимым к трапу от летающего самолета. — Вы так просто об этом говорите? — проворчал Голубков. — Я профессионал, Константин Дмитриевич, — пояснил Коперник, — эмоции оставляю на потом. Вот вернусь в Москву, сядем мы с вами на дачке и поговорим по душам. А сейчас нужно работать. — К какому варианту вы сами склоняетесь? — Генералу Аль-Вади нет необходимости узнавать все военные тайны России. Его задача предельно проста — не допустить вывоз контейнера. Поэтому, полагаю, у него нет необходимости в устранении нашего человека. Он уже и так выведен из игры. Поэтому можно надеяться увидеть завтра чудесно исцелившегося пастуха в аэропорту. — Будем считать, что вы правы, — произнес Голубков. — Держите меня в курсе, Коперник. — Договорились, Константин Дмитриевич? С этими словами Коперник повесил трубку. Пока все шло как следует. Коперник вышел из кабины и на ходу затушил сигарету в большой чугунной пепельнице, стоявшей на столе у дежурного. Тот проводил посетителя недобрым взглядом и отправился выбрасывать пепел. Коперник уверенно прошел по длинным посольским коридорам и в конце концов оказался в приемной посла. Там он плюхнулся на диван для посетителей и спросил секретаря молодого подтянутого выпускника МГИМО. — Посол у себя? Секретарь с сомнением посмотрел на нахального посетителя и строго ответил. Посол только что вернулся с приема и просил его не беспокоить. — Придется побеспокоить, — твердо произнес Коперник. — Передайте, что мне нужно срочно с ним переговорить. — Секретарь нахмурился и торопливо повторил. — Посол занят! — Доложите, доложите! — махнул рукой Коперник и вытер рукой под солба. — Вы бы хоть изучили местные обычаи. В любой лавке сразу же предложат чего-нибудь холодненького выпить в такую-то жару, а вот в приемной послании дождешься. — Но позвольте, — молодой человек начал терять терпение, — доложите! Теперь настала очередь Коперника придавать своему голосу строгость. — Будет хуже, если я сам войду! Секретарь с ненавистью взглянул на посетителя, но поднялся из-за стола. — Как доложить? — холодно спросил он. — Скажите Захаров. Он поймет. Посол действительно только что вернулся с приема во дворце в честь прибытия российской делегации и теперь отдыхал от общения с депутатами. Здесь, в Ираке, официальные приемы были настоящей мукой, учитывая местный климат. Этикет обязывал посла надевать строгий темный костюм, а организм яростно протестовал против такого безумия. В течение всего приема посол с завистью смотрел на Владимира Вольфовича, дефилировавшего, вопреки всему этикету, в легком белом костюме. И потому, вернувшись в свой кабинет, посол первым делом сменил одежду и теперь лежал на диване в комнате отдыха и с наслаждением вкушал прелести современных систем кондиционирования. Его покой был внезапно нарушен появлением секретаря. — Иван Сергеевич, к вам посетитель, — доложил молодой человек. — Вадим, я же просил, — простонал посол. Он настаивает, его фамилия Захаров. — Ого, только не это! Посол сел и просунул ноги в легкие туфли. Черт с ним! Зови! Как опытный мидовский работник, начинавший службу таким же секретарем, как и Вадим, Иван Сергеевич какой-то генетической памятью вспомнил то подзабытое уже ощущение от общения с представителями разведки. Эти шпионы всегда были костью в горле или занозой в заду, если угодно, для любого дипломата. Если только дипломат сам не шпионил потихоньку. Шпионы не признавали внутренних негласных правил, считая, что они писаны не для них. Резидент мог ворваться в кабинет посла в любой момент и основательно испортить настроение, и ничего с этим поделать было нельзя. Никогда не знаешь, что именно пишет этот чекист в своем очередном донесении. Испортишь с ним отношения, а он наваляет такое, что в двадцать четыре часа на родину. Этот страх перед возвращением домой прочно сидел в душе каждого загранработника. И вот вроде бы настали иные времена. Чекисты попритихли, растеряв свое былое негласное могущество. Но вновь и вновь Иван Сергеевич ловил себя на боязни конфликта с этими товарищами и ругал себя за этот въевшийся страх, но ничего поделать с собой не мог. Когда посол вошел в кабинет, Коперник уже сидел в кресле и курил свою очередную сигарету. — Леонид Викторович, — начал посол, усаживаясь за стол, — вам не кажется, что есть какие-то границы? Я уже не говорю про то, что мне так и неизвестен до конца варстатус здесь, в Ираке, но да ладно, шпионится и на здоровье. Но есть резидент. Решайте все вопросы через него. Он за это валюту получает. Посол произнес слово «валюта» с прежним советским уважением, чем вызвал секундную улыбку своего собеседника. — Ах, оставьте, Иван Сергеевич! Дав послу высказаться, заявил Коперник. — Если бы не обстоятельства, то я, наверное, и пошел бы к резиденту, но дело срочное и находится в вашей компетенции. — Что еще за дело? — насторожился Иван Сергеевич, услышав про компетенцию. — Вы уже, видимо, в курсе сегодняшнего инцидента по дороге делегации во дворец. — Вы про внезапное ненамогание этого помощника? — удивился посол. — Ну, с кем не бывает. Местная пища требует осторожности. И потом арабы сразу заверили меня, что пострадавшему будет оказана квалифицированная помощь. — Пища тут ни при чем, Иван Сергеевич, — торжественно произнес Коперник. — Дело куда серьезнее тривиального пищевого отравления. — Ну, я так сразу и подумал, — всплеснул руками посол. — Сразу, как узнал, понял, что здесь не обошлось без ваших шпионских штучек. Вы не находите странным, уважаемый Леонид Викторович, или как вас там, что ваша контора проводит в Ираке какую-то операцию, а я, посол, об этом узнаю в последнюю очередь. Лишь тогда, когда она, если я вас правильно понял, уже сорвалась. — Правильно, правильно, — устало подтвердил Коперник. — Вы простите меня, Иван Сергеевич, за прямоту, но я выполняю директивы своего начальства, а среди них не было указаний информировать посольство. Но сейчас не об этом. Необходимо найти этого пастухова. Потеребите арабов. Потребуйте встречи с ним. — Ну, знаете ли, — задохнулся посол, — вот сейчас все брошу и побегу лично. — Ну, зачем же лично? — улыбнулся Коперник. — Пошлите кого-нибудь. Ивану Сергеевичу вдруг захотелось послать этого наглеца не к больному пастухову, а гораздо дальше. Но он сдержался. — Это все? — сухо спросил он. — Все. И это очень важно. Не откладывайте. Если не хотите потом отправлять в Россию цинковый ящик. На этой зловещей ноте Коперник встал и поспешил откланяться, оставляя посла в полнейшей растерянности. Перспектива получить труп шпиона совсем не радовала Ивана Сергеевича. Хватит с него и ожидаемой с минуты на минуту бомбардировки. Часть третья Что было с ним после того, как он на носилках оказался в машине скорой помощи, пастух не помнил. К этому моменту дикая боль буквально раздирала его живот, как будто там разорвалась граната с перцем. Все плыло перед глазами, и уже на грани сознания Сергей подумал, что это конец. Страха не было. Почему-то вспомнился священник из кафедрального собора в Ачмядзине и погибший трубач. А потом его накрыла мягкая, обволакивающая мгла. В себя он пришел уже лежа на койке, раздетым. Белоснежная больничная палата, за окном верхушки деревьев, немного кружилась голова. Слабость разливалась по всему телу, и все. Боли, как не бывало. Чтобы убедиться в том, что он цел и невредим, пастух сел в кровати. Никаких следов недавнего приступа. Он спустил ноги на пол, намереваясь встать. Тотчас дверь открылась, и в палату вошел араб средних лет в офицерской форме. Пастух плохо разбирался в местных званиях, но почему-то сразу решил, что этот человек был майором. Майор внимательно осмотрел пациента, и его тоненькие черные усики растянулись вместе с артом в приторной улыбке. — Вам рано еще вставать, — произнес араб на довольно сносном русском. Вам следует отдыхать. Спокойствие и радость избавления от боли мигом покинули пастуха. Он тут же вспомнил, какую миссию он должен был выполнить здесь, в Багдаде, и понял, что миссия эта сорвана. Вид офицера никак не содействовал успокоению. — Вы не врач, — скорее констатировал, чем спросил Сергей. — Нет. — Не стал спорить майор. — Тогда кто вы? — Я офицер армии Ирака. Вы находитесь в Центральном армейском госпитале и являетесь нашим гостем, — радостно сообщил майор. — Вам необходим покой. — Что со мной произошло? — не унимался пастух. — Вам стало плохо. Жара, смена климата, острая пища. — Участливо, как ребенку, — ответил майор. — Сейчас все позади. — Я не ел острой пищи, — уверенно ответил пастух. — Ну, значит, вода, — пожал плечами араб, — это просто какой-то бич. У нас в Багдаде нужно, как это говорится у вас, держать уши востро. — А может, меня просто отравили? Пастух внимательно посмотрел на араба. — Кто? — изумился тот с таким выражением лица, как будто хотел сказать. — Да кому ты, блин, нужен? — Ладно, оставим, — боркнул пастух. — Я чувствую себя хорошо. Когда меня выпишут? — Это вопрос не ко мне. Вот придет доктор, он и решит. — А пока вам нужно лежать. — Я хочу видеть представителя посольства, — твердо произнес пастух. — Он точно знал, что если ему в этом будет отказано, то значит крышка. — Но майор в знак согласия даже закивал. — Понимаю, наверняка представитель посольства посетит вас. — Что значит наверняка? — насторожился пастух. — Это значит, что мы, безусловно, уже оповестили ваше посольство о вашем состоянии. Но сочтут ли они необходимым навестить вас, я не знаю, — разъяснил майор. Пастух так и не понял, чего ему теперь ждать — опасности или дружеского расположения. Успокоив пациента, майор поспешил откланяться, не забыв пожелать скорейшего выздоровления. — Насчет последнего у пастуха были большие сомнения. Он, конечно, не доктор, но прекрасно понимал, что как-то уж слишком быстро заболел и не менее подозрительно быстро выздоровел. Вероятно, ему здесь, в госпитале, просто ввели противоядие. В любом случае операция была сорвана, и это обстоятельство просто выводило пастуха из себя. Проигрыши были не в его характере. Он всегда старался оставлять последнее слово за собой, и опыт подсказывал ему, что за этим стояло не просто упрямство самолюбивого человека. Когда-то во Флоренции он уже оказывался в ситуации, когда все словно кричало, что задание провалено, и нужно думать о том, как спасти собственную шкуру. Но тогда он доверился своим инстинктам, шестому чувству, если угодно, и поступил вопреки очевидным правилам. В результате он сорвал крупную провокацию одной могущественной спецслужбы. Перейдя к выводу о необходимости активных действий, пастух прилег, обдумывая, в каком же направлении их предпринимать. Ближе к вечеру его действительно посетил представитель российского посольства. Второй секретарь посольства, оказавшийся невысоким дядечкой с грустными глазами, как-то неуверенно справился о здоровье дорогого соотечественника. Выразил надежду, что тот вскоре поправится. Посетовал на низкое качество местной воды и заверил пастуха в том, что Родина его не оставит. Не оставит в покое, — с мрачным юмором уточнил про себя Сергей. Уже собравшись уходить, посольский дядечка как-то испуганно огляделся по сторонам и мученическим шепотом сообщил. Коперник просил передать, что все под контролем, и, кажется, испугавшись собственных слов, поспешил ретироваться. Никакого спокойствия этот визит пастуху не принес. Наоборот, он еще больше укрепился в мысли, что если он сам о себе не побеспокоится, то еще неизвестно, чем вся эта история закончится. Но для активных действий у него пока не хватало сил и информации. Пастух разумно решил отложить свою активность до ночи. А пока постараться набрать и первое, и второе. Лежа в кровати, он тщательно обдумывал сложившуюся ситуацию. Информации было маловато, но кое-какая пища для выводов имелась. Можно было смело рассматривать три варианта происходящего. Во-первых, он действительно мог банально отравиться какой-нибудь местной гадостью сам. Такое случалось во время самых серьезных операций. Пастух вспомнил, как однажды в Чечне, в районе Багмута, его разведгруппе пришлось пять дней бегать по горам, где за каждым камнем они могли наткнуться на боевиков, причем не просто бегать, а корректировать огонь федеральных батарей. За такие прогулки боевики убивали медленно и изощренно. И все было бы хорошо, но одного его бойца в первый же день прохватил, простите, понос. От случайностей застраховаться нельзя, но сам пастух не верил в свое случайное отравление. Слишком уж все ладно получалось. Во-вторых, его могли отравить с целью вывести из игры, а вот задачи уничтожать его не стояло. В этом случае становится понятен визит второго секретаря российского посольства. Значит, после того, как исчезнет опасность для противника, чудесным образом исцелившийся пастух будет отпущен. И, наконец, в-третьих. Визит представителя посольства был лишь способом отвести подозрения. Смотрите, мол, все в порядке, нам нечего скрывать, уважаемый пациент жив и выздоравливает. Ну, а если он ночью помрет, так на то и есть воля Аллаха. Получается, два шанса из трех, что он выживет. А так как случайность маловероятна, то и вовсе один к одному. Такой расклад совсем не понравился пастуху. В русской рулетке и то больше шансов выжить, пять из шести. В результате таких нехитрых умозаключений Сергей еще больше уверился в необходимости побега. Сказано, сделано. Для начала он осторожно обследовал окно палаты. За ним раскинулся парк с зелеными лужайками, дорожками и зарослями какого-то кустарника. В принципе, этот ландшафт вполне подходил для побега. Если не днем, то, по крайней мере, ночью. Палата находилась на третьем этаже. Ну, что ж, ничего страшного. Пастух был уверен, что, несмотря на некоторую слабость, вполне сумеет удачно приземлиться на траву. Проблема заключалась в другом. Окно было закрыто. И закрыто наглухо. Даже беглый осмотр показал, что открыть его вряд ли удастся. Конечно, можно было разбить окно. Но тогда пастух тут же привлек бы к себе внимание и лишился хоть небольшой, но форы. Тогда Сергей перенес свое внимание на дверь. Запахнувшись в больничный халат, он попытался выйти в коридор, но тут же наткнулся надюжего араба в военной форме. Тот решительно преградил ему дорогу, сердито сказав что-то по-арабски. Дальше разговорного английского познания пастуха в иностранных языках не простирались, поэтому он совершенно искренне ничего не понял. — Мне бы в туалет, — произнес он на всякий случай по-русски. Солдат вновь что-то приказал ему по-своему и запроводил слова красноречивым жестом, предлагая пастуху вернуться в палату. — Но в сортир я хочу, — настырно повторил пастух и, видя, что его вновь не поняли, добавил. — Ватер-клозет! Пи-пи, твою богу душу-мать! Неизвестно, что подействовало больше, крепкое выражение или интернациональное пи-пи, но араб понятливо закивал головой, хотя при этом и повторил жестом приказ вернуться в палату. Пастух для первого раза не стал сопротивляться и подчинился, тем более что за минуту разговора с охранником он успел оглядеть коридор и убедился, что солдат находится в нем в полнейшем одиночестве. Вернувшись в палату, пастух сел на кровать. Спустя пять минут вошел санитар в белом халате поверх военной формы. Санитар принес утку и деликатно отвернулся, предоставляя возможность справить пациенту свои надобности. Пастух сначала хотел было огреть санитара этой самой уткой по голове и переодеться в его форму, но потом передумал. Во-первых, санитар попался какой-то щуплый на голову ниже Сергея. Во-вторых, на шум мог обратить внимание охранник. И в-третьих, днем шансов на побег не было практически никаких. Поэтому пастух молча сделал свое дело и лег в постель. До вечера его больше никто не беспокоил. Даже врач не пришел навестить больного, что еще больше укрепило пастуха во мнении, что его отравление было спланировано. Никто и не беспокоился о его здоровье. Ну и ладно, так даже лучше. Капитан не терял времени зря. Пока была возможность, пастух, как мог, изучал из окна парк. Где-то за деревьями он расглядел кирпичную стену. Судя по всему, ее высота составляла что-нибудь метра два. Вполне терпимо даже для больного спецназовца. Наконец настало время действовать. Когда по расчетам пастуха было около трех часов ночи, он распахнул дверь палаты и, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел в коридор. Солдат, стоявший у его двери на часах, встрепенулся и настороженно посмотрел на охраняемый объект. Пастух издал нечленораздельный хрип, придав своему лицу как можно более страдальческий вид. — Хреново мне, братец! — с трудом произнес он и сделал вид, что собирается рухнуть на пол. Солдат инстинктивно нагнулся, чтобы помочь страдальцу, и тут же, получив точный удар по сонной артерии, сам тюком рухнул вниз. Пастух, с которого всю его болезненность как рукой сняла, не теряя времени, схватил безжизненное тело солдата и затащил его в палату. Араб оказался примерно такого же телосложения, что и он. Пять минут ушло у Сергея на то, чтобы переодеться в форму, разгуливать здесь в больничном халате было неудобно, да и просто опасно. Связав безжизненного араба простынями и заткнув ему рот наволочкой, пастухов взял единственное, оказавшееся у часового оружия, короткую деревянную дубинку и вышел в коридор. Замерев на некоторое время на месте, он вслушался в ночную тишину. Где-то этажом ниже кипела жизнь. Раздавались голоса, звучали шаги. Спустя минуту, когда пастух собрался было идти, шаги раздались и на его этаже. Кто-то шел по коридору в его сторону. Подавив в себе инстинктивное желание бежать или спрятаться, Сергей вытянулся около двери, надвинув берет поглубже на глаза. На его счастье ночью в коридоре оставалось только дежурное освещение, кругом царил полумрак. Шаги все приближались. Пастух сжал рукоятку дубинки, приготовившись защищаться или, вернее, нападать. Из-за поворота появился молодой санитар. Увидев пастуха, он замедлил шаг и спросил что-то по-арабски. Сергею ничего не оставалось сделать, как только демонстративно отвернуться в сторону и промолчать, проклиная про себя санитара. Тот отпустил, видимо, какое-то ехидное замечание, потому что тихо рассмеялся и продолжил свой путь. Чем сохранился бездоровье, а может и жизнь. Пастух был настроен весьма серьезно. Как только санитар скрылся за поворотом коридора, Сергей бесшумно двинулся в противоположном направлении. Через несколько шагов он оказался в просторном холле, широкое окно которого выходило в парк. Тут же начинался и выход на лестницу. Перед пастухом был выбор — либо прыгать с третьего этажа, либо попробовать в наглую спуститься по лестнице. После нескольких минут колебания он выбрал все же второй вариант. Прыгать ему было не впервой, но он чувствовал, что все еще не в самой лучшей форме после отравления. Подвернутая или, не дай бог, сломанная нога моментально свела бы его шансы к нулю. А вот другой вариант. По своему опыту он прекрасно знал, что в большинстве случаев окружающие не обращают ни малейшего внимания на то, что творится вокруг них, кто и куда ходит или что делает. В этой ситуации человек чаще всего выдает себя сам, сразу выделяясь из общей массы людей своей неуверенностью. Судя по звукам, внизу кипела бурная жизнь обычного госпиталя. Это устраивало пастуха как нельзя лучше. Если хочешь оставаться незамеченным, то нужно, чтобы на твоем пути либо не было вообще ни одного человека, либо людей должно быть очень много, и желательно, чтобы они суетились. Придав своему лицу сосредоточенное выражение, пастух решительно двинулся на лестницу. Благополучно миновав второй этаж, он, не останавливаясь, вышел на первый, моля бога устроить так, чтобы выход оказался в поле его зрения, и ему не пришлось бы вертеть в растерянности головой. На первом этаже располагалась регистратура. Две молодые девушки-администраторы в халатах сидели за стеклянной перегородкой. Выход располагался чуть дальше по коридору, за их конторкой. Туда пастух и направился четким шагом, демонстративно не обращая внимания на прислонившегося к стене солдата с белой повязкой на рукаве. Солдат выглядел совершенно осоловевшим от бессонницы. В какой-то момент он было решил тормознуть пастуха, но, на его счастье, усталость взяла верх над долгом, и солдат лишь молча кивнул пастуху, как бы говоря ему, пусть я не исполнил свой воинский долг, но я держу ситуацию под контролем. Выйдя на улицу, Сергей испытал некоторое облегчение. Пока все складывалось не так уж и плохо, хотя все это благоприятное стечение обстоятельств вовсе не гарантировало, что и дальше все пойдет так же гладко. В парке было свежо, можно даже сказать прохладно. Сказывался континентальный климат, жаркие дни и холодные ночи. Дул легкий ветерок, в черном небе сияли яркие южные звезды. Свежий воздух придал пастуху новые силы, и он бодрым шагом двинулся вдоль стены здания госпиталя. Опасность подстерегла его за углом. На каменной дорожке пастух нос к носу столкнулся с каким-то офицером. Тот окинул Сергея суровым взглядом и что-то сердито скомандовал ему по-арабски. Пастух команды не понял, но среагировал так, как поступил бы на его месте солдат любой армии мира. Вытянулся по стойке смирно и изобразил на лице высшую степень уставного дебилизма. Офицер воспринял реакцию как должное и разразился длинной тирадой. Было нетрудно догадаться, о чем идет речь. Что-то о том, что хорошие солдаты несут службу согласно уставу. Они бродят по ночам в непредусмотренных уставам и приказами командиров местах. Пастух даже вспомнил, как когда-то в военном училище он вот так же, стоя на вытяжку, выслушивал тупые уставные тирады ротного старшины, прапорщика не читайло. Так и казалось, что араб сейчас закончит словами «Вы здесь курсант или зачем?» Но араб закончил каким-то вопросом. Молчать далее не имело смысла. Даже самый тупой рядовой всегда что-нибудь да и ответит на вопрос начальника. Пастух и ответил. «Да пошел ты, дядя», — сказал он, не позабыв указать точный адрес, куда дядя отправляться. Офицер так опешил, что даже не прореагировал, когда пастух вытащил дубинку и, вложив всю свою давнишнюю неприязнь к прапорщику не читайло, от души грохнул араба по голове. В последнее мгновение у того во взоре промелькнуло безграничное изумление, а в следующее мгновение он уже мешком рухнул на землю. Не теряя ни секунды, пастух оттащил офицера в сторону с дорожки, спрятав его в кустах можжевельника. Оставаться в парке становилось опасно, черт так знает, сколько еще таких офицеров шляется вокруг этого проклятого госпиталя. Встреча с этим обогатила пастуха автоматическим пистолетом, изъятым из офицерской кобуры. Это было уже кое-что получше простой деревянной дубинки. Стараясь держаться в семноте, пастух стремительными перебежками достиг стены, окружавшей парк, и здесь пришел в искреннее недоумение. К чему строить стену, если рядом сажаешь развесистые деревья? Воспользовавшись высокой акацией, он в два приема перемахнул через ограду и оказался по другую сторону, в густых заростях какого-то кустарника. И в этот момент оставленный им за спиной парк внезапно озарился ярким светом, ночную тишину огласил пронзительный вой сирены. Стало быть, либо нашли связанного охранника в палате, либо у офицера голова оказалась такой крепкой, что он сразу очухался. Не поддаваясь естественному желанию броситься на утек, пастух, стараясь не шуметь, пошел вдоль стены. Вскоре он оказался у КПП. Ворота были закрыты. На дороге возле них стоял армейский джип, около которого торчал солдат и с тревогой вглядывался в сторону госпиталя, видимо, пытаясь понять причину всего этого переполоха. Джип — это было именно то, что требовалось. Прикинув несколько вариантов устранения ненужного водителя, Сергей выбрал самый простой. Выбравшись на дорогу, он в открытую побежал к машине, и водитель, естественно, воспринял бегущего пастуха, благо тот был в форме, как часть объявленной тревоги. Он спокойно подпустил его как раз настолько, чтобы капитан мог, не останавливаясь в прыжке, вырубить доверчивого араба ударом по голове. Секунда, и пастух оказался за рулем. Зажигание, сцепление, газ, и вот он уже мчится по ночному шоссе в неизвестном направлении. Потратив в свое время полдня на изучение карты Багдада, Сергей неплохо знал расположение его улиц. Но, увы, он был в настоящий момент не в городе. Он вообще не знал, где находится. Но на счету была каждая секунда, и пастух просто спешил убраться подальше от госпиталя. Часть четвертая Из спокойного, ровного сна Коперника вызвал телефонный звонок. Открыв глаза, он на ощупь отыскал аппарат, успев автоматически взглянуть на светящийся циферблат часов. Было четыре часа утра. Сон как рукой сняло. Звонок в такое время кого угодно приведет в чувство. Сняв трубку, Коперник хриплым сосноголосом сказал... — Да, я слушаю. — Леонид Викторович? Коперник тотчас узнал голос пастухова и его словно подбросило в постели. Меньше всего он ожидал услышать именно этот голос. Если бы ему вот сейчас позвонил сам Саддам Хусейн, это было бы, ей-богу, не так неожиданно. — Я слушаю. — Осторожно, — повторил Коперник и почему-то задал совершенно идиотский вопрос. — Как ваше здоровье? — Как доктор прописал, — буркнул пастух. — У меня нет времени на пустой разговор. Мне нужна ваша помощь. — Где вы находитесь? Коперник, наконец, взял себя в руки. — Понятия не имею. Кругом пустыня. Я звоню из какого-то таксофона на шоссе. — Так вы что, сбежали из госпиталя? Наконец-то сообразил Коперник. — Нет. Меня доктор отпустил. Прогуляться. — Конечно, сбежал. Там уже поднялся страшный переполох. — Зачем? Коперник выругался нехорошим словом, но не вслух. Я уже задействовал посольство для вашего возвращения. Ситуация была под контролем. — Мне не нравится местная медицина. Нет уверенности, что доживешь до утра. Короче, я понятия не имею, что мне делать дальше. — Еще раз. Вы вообще не представляете, где находитесь? — Я уже сказал, что нет. Здесь темно и пустынно. — Секунду. Сейчас попробую что-нибудь придумать. Коперник несколько мгновений молчал, потом заговорил снова. — Так вы сейчас в таксофоне? — Да. — Тогда там должен быть его номер. Посмотрите. — Номер? Пастух на секунду замолк. — Да, есть. — 657-584. — Ждите моего звонка или меня самого, — приказал Коперник и положил трубку. — И где они таких прытких берут? — пробормотал он себе под нос. Спустя пять минут Коперник уже выходил из отеля на пустынную улицу. Пройдя квартал другой, он вошел в первый попавшийся таксофон и набрал номер. — Личная приемная господина Альвази, — ответили ему после короткого гудка по-арабски. — Коперник на проводе, — представился Захаров на том же языке. — У вас проблемы. — Господин Альвази уже оповещен. — Наш клиент на шоссе, в районе таксофона 657-584. — Мы в курсе, — сдержанно ответил дежурный. — Очень мило с вашей стороны прослушивать мой телефон, — проворчал Коперник. — Значит, я могу идти спать дальше? — Надеюсь, во второй раз вы не ошибетесь? — Только прошу напомнить господину Альвази о наших с ним договоренностях. — Я обязательно передам ваши слова. — На этом разговор закончился. Часть пятая Минут двадцать после разговора с Коперником пастух провел в полнейшей темноте, сидя за рулем джипа. Машину он предусмотрительно загнал в заросли какого-то колючего кустарника, росшего вдоль дороги. Было новолуние, и кроме ярких звезд, раскинувшихся над головой, вокруг не было никакого источника света. Под утро в пустыне стало совсем холодно, у Сергея шел изо рта пар. Чтобы согреться, он несколько раз принимался приседать около джипа. Его дыхание — скрип песка под ногами, да какой-то далекий, наводящий тоску вой. Вот и все звуки этой ночи. — Все ли? Вдруг что-то заставило насторожиться пастуха. Он замер на месте, напряженно вслушиваясь в тишину пустыни. Да, он не ошибся. Какой-то посторонний, едва угадывающийся звук. Несколько секунд Сергей не мог определить направление, откуда он шел. Странный звук. Не то гул, не то шуршание. Пастух осторожно повертел головой. Звук усиливался, и теперь он уже ясно понял, что гудит сразу с двух сторон, как раз с тех двух концов, в которые уходила дорога. Рука пастуха сама собой легла на рукоять пистолета. Сомнений не оставалось. По шоссе, к тому месту, где прятался он со своим джипом, приближались как минимум две машины. Еще минута, и с обеих сторон появился свет фар. Теперь Сергей явно слышал натужный гул двигателей. И сразу понял, что это конец. Вероятность того, что автомашины случайные, была крайне мала. У него оставалась еще возможность попытаться уйти в пустыню, но есть ли в этом смысл? Джип все равно застрянет в камнях и вязком песке, а пешком далеко не уйдешь. Он будет отличной мишенью для инфракрасного прицела в темноте посреди холодной пустыни. Оставалось только ждать, по-детски надеясь, что его не заметят. Машины приближались, и свет их фар становился все ослепительнее. Пастух достал пистолет и передернул затвор. Он не собирался облегчать преследователям свою поимку, хотя и героическая смерть в бою до последнего патрона тоже не особо прельщала капитана. У него еще были дела на этом свете. Через несколько секунд около одинокой телефонной будки почти одновременно со скрипом тормозов остановились два армейских джипа. Из них быстро высыпали на дорогу солдаты и сразу несколько фонарей зашарили своими лучами по окрестностям. Солдат было много, человек восемь. Как только один из них нашарил спрятанный в кустах джип, пастух выстрелил. Вспышка на мгновение высветила все вокруг. Солдаты разом рухнули на землю, и через мгновение пастух получил в ответ шквал огня из автоматов. Трассирующие пули с визгом отскакивали от камней, с глухим шумом уходили в песок, со стуком пробивали борт машины. Откатившись на пару метров в сторону, пастух послал две пули, целясь по вспышкам выстрелов. Он едва успел перекатиться назад, как весь огонь нападавших сконцентрировался на том месте, где он только что лежал. Потом внезапно стрельба разом прекратилась. Пастух услышал, как кто-то отдавал команды по-арабски. Свет фонарей погас, но даже в темноте Сергей заметил, как несколько темных фигур соскользнули с дороги и, прижимаясь к земле, начали обходить пастуха с флангов. Противник, судя по всему, был не так уж плохо подготовлен. Капитан и сам в аналогичной ситуации поступил бы так же. Был еще один вариант вяло перестреливаться, пока у противоположной стороны, то есть у него, у пастуха, не кончатся патроны. Но сколько именно боеприпасов у него в наличии, противнику точно неизвестно. Так или иначе, но его брали в клещи. Отстреливаться во все стороны одновременно он все равно не сможет. Решение пришло как бы само собой, как это часто происходило с ним в бою. Стараясь не делать резких движений, пастух осторожно поднялся с песка и неслышно скользнул между сиденьями джипа. Слава Аллаху, на вооружении иракской армии состояли солидные, просторные джипы. Согнувшись в самой, что ни на есть, противоестественной позе, пастух быстро нащупал одной рукой ключи в замке зажигания другой педали. Где-то совсем рядом скрипнул песок. Повернув ключ зажигания, пастух нажал локтем на педаль сцепления. Скрипнул стартер, и двигатель завелся. Тут же второй рукой, не поднимаясь с пола, Сергей включил первую скорость, и, что было сил, надавил на газ. Взвизгнули по камням покрышки. Ревят двигателем джип рванул вперед, ломая на своем пути кусты, и сразу с нескольких сторон раздались выстрелы. Пули ударили по корпусу машины. Пастух попытался, не останавливаясь, сесть на сиденье, но так и не смог, застрял на полпути. Машина подпрыгнула на чем-то мягком, снизу раздался сдавленный крик одного из ползших к нему солдат. Наконец, с грехом пополам, пастуху удалось занять водительское место, но было уже поздно. Прямо перед капотом джипа вдруг вырос темный силуэт бродетранспортера, спешившего к месту сражения. Капитан попытался увернуться от столкновения, но джип с глухим треском ударился о броню. Бронетранспортер шел, видимо, с порядочной скоростью. Он попросту смел джип со своего пути. Перед глазами Сергея мелькнули звезды, потом звезды уступили место с полохом выстрелов, а в следующее мгновение его вышвырнуло из-за руля. Удар, белая вспышка в глазах, противный скрип песка на зубах. Это было последнее, что запомнил пастух перед тем, как потерять сознание. Часть шестая Очнулся он от прикосновения холодного металла к щеке. С трудом открыв глаза, пастух увидел над собой, на фоне светлого утреннего неба, солдата, приставившего к его лицу ствол автомата. Сергей так и лежал на песке возле своего перевернутого джипа. В воздухе стоял запах бензина. Солдат, увидев, что пастух пришел в себя, в полсилы пнул его ногой в живот, как бы давая понять, что всякое сопротивление бесполезно. В следующие десять минут пастуха заковали в наручники, несколько раз сильно встряхнули и бросили в кузов машины. Теперь он лежал на пыльном полу. Прямо перед его носом расположился ботинок одного из солдат. Все тело ныло от ушибов и ссадин, но, в общем, пастух отделался довольно легко. Но только тупая боль заполняла всю голову, и каждый ухаб, на котором подскакивала машина по дороге, вызывал новый всплеск этой боли. Судя по времени в пути, пастух понял, что везут его не в госпиталь. Спустя примерно час машина въехала в глухой двор какого-то здания казарменного вида. Сергея довольно грубо выволокли из машины и доставили в пустое помещение с небольшим зарешоченным окошком, где, не снимая наручников, бросили его на железный табурет. Тяжелая дверь захлопнулась, и на некоторое время пастух остался один. Ему было над чем задуматься. Получалось, что после всех его усилий он поменял койку в госпитале на тюремный табурет. Причем, если раньше его задерживали явно незаконно, то теперь власти имели полное право отдать его под суд за нанесение увечий, а то и убийство военнослужащих иракской армии. Пастух вздохнул и попытался плечом стряхнуть приставший к скуле песок. Конвоиры так и бросили его соскованными за спиной руками. Со второй попытки это ему удалось. Сидеть на табурете было мучительно больно, но прилечь он мог лишь на грязный пол. Прошло не меньше получаса, прежде чем кто-то вспомнил о пленнике. Дверь за спиной у пастуха со скрипом открылась. Ох уж эти тюремные двери. И в помещение вошел охранник со стулом. Поставив стул напротив сидящего пастуха, охранник, не говоря ни слова, отошел в угол и замер у стены. Прошло еще минут пять, и в комнату вошел высокий офицер с тонким холеным лицом. Судя по реакции вытянувшегося по стойке смирно охранника и по погонам вошедшего, звание этого человека было не меньше, чем генеральским. Офицер перевернул стул спинкой вперед и сел на него верхом. Пристально рассматривая сидящего перед ним пастуха, он неспеша достал золотой портсигар и вытащил из него тонкую сигарку. Надо признаться, выглядел пленник неприглядно. Изорванная пыльная форма, ссадины на лице, кровь в перемешку с песком, красные от усталости и бессонницы глаза. Внимательный осмотр продолжался пару минут, после чего офицер произнес на хорошем русском языке. — Что это вам, господин пастухов? — взбрело на ум устраивать ночные гонки с перестрелками. Вы прямо как будто начитались детективных романов. — С кем я говорю? — тихо спросил пастух. — С начальником местной армейской разведки. По лицу офицера скользнула улыбка. — А, — протянул Сергей, — Камаль, как вас там полностью? — Камаль Абдель Аль-Вадзи, — подсказал офицер. — Мне представляться, как я понимаю, не имеет смысла. Пастух провел языком по пересохшим губам. — Вы не могли бы приказать принести мне воды? — Позже, — ответил Камаль Абдель и добавил, — если понадобится. — Что за странное упорство у вас, у русских? — спросил он без перехода. — Когда я беру американца, то он спокойно дает показания и терпеливо ждет, когда его правительство выторгует его жизнь. Все по правилам. — Ну вот зачем, скажите, вам понадобилось бежать? Вас плохо кормили в госпитале? — Меня плохо кормили перед госпиталем. Иначе я туда не попал бы. — Ну-ну, — вновь улыбнулся Камаль Абдель, — всего-то живот схватило, а столько разговоров. Вы не производите впечатление мнительного человека. Вас ведь могли просто застрелить. — Что вы хотите от меня? — прямо спросил пастух. — Ничего, — честно признался начальник разведки. — Все, что нужно, я уже получил. — Просто я, знаете ли, коллекционирую человеческие типажи. Их много прошло передо мной. Вы сегодня ночью доставили мне некоторые хлопоты, и я заинтересовался вами. Скажите, а на что вы надеялись? — Пешком дойти до Кувейта через три пустыни? — Это чисто профессиональное любопытство. Или решили просто вернуться, как ни в чем не бывало, в отель? — Я привык сам контролировать ситуацию. — Похвально. Контролируйте. — Не могу не задать следующий по логике вопрос. Как вы намерены со мной поступить? Пастуху было сейчас не до условностей, и он старался идти к цели напрямую. — Это интересный вопрос, — ответил генерал, не спеша затягиваясь сигаркой. — Что вам не сиделось на месте? — Вы успели натворить немало. Практически напали на охранявшего вас солдата. Ограбили его. Кстати, форма, пусть и в таком плачевном виде, вам к лицу. Генерал с улыбкой взглянул на расцарапанное лицо пастуха. Напали на майора. У него, между прочим, сотрясение мозга. Угнали машину, принадлежащую армии Ирака. Ранили двоих солдат. — Набирается прилично для любого суда, вам не кажется? — Идите к черту, — бортнул пастух. — Не обижайтесь. Слово из песни не выкинешь, так у вас говорят. Кроме того, сразу после посещения лавки, где вы приобрели чемодан, ее владелец был обнаружен мертвым. Какое совпадение! Камаль Абдель цокнул языком и картинно покачал головой. — Лавочника я не трогал, — хмуро ответил пастух. — Знаю. Но следствие может иметь свое мнение. Как-то неудачно вы выполнили свое задание, крайне неудачно. Я даже начинаю подумывать, а может, вас и не возвращать на родину. Сейчас, конечно, не времена СССР, хорошие, кстати, были времена. Но медаль вам за такую работу не дадут. — Что вы знаете о моем задании? — насторожился Сергей. — Все! — честно признался генерал. — Разве вы этого не поняли, когда оказались вместо дворца в госпитале? — Не расстраивайтесь. У всех бывают ошибки. Что касается вашей участи, то вам повезло. Обстоятельства складываются в вашу пользу. Будете жить. Но, предупреждаю, еще одно неверное решение, и я пойду против обстоятельств. Ирак еще не полностью избавился от многих страшных болезней. Антисанитари, знаете ли, плохое питание. Случаются у нас еще заболевания холерой, и тиф полностью не искоренен. Вы понимаете, один укол, и домой вас повезут в запаянном гробу. С этими словами Камаль Абдель Аль-Вадди встал, вшвырнул недокуренную сигарку на пол. — Вы, кажется, просили пить. Я распоряжусь. После этих слов генерал вышел. Часть седьмая. Проводы делегации российского парламента в международном аэропорту Багдада несколько затянулись. Каждый из довольных депутатов хотел произнести спич перед горсткой журналистов, которые в отсутствие других новостей сконцентрировали все свое внимание на русских парламентариях. Говорили в основном об историческом пути российского и иракского народов. О недопустимости эскалации напряженности в регионе, а также о недопустимости воинственных демаршей заокеанской державы и НАТО. Представители ираковского правительства, наоборот, как бы опровергая представление о цветастом, витиеватом восточном благословии, коротко выражали благодарность за проявленное к их стране внимание. Наконец, все, кто хотел, выговорились, и члены делегации неспеша потянулись к трапу ожидающего их Ил-96. Многие на обратном пути оказались отягощены солидным багажом. Тут уж постарались гостеприимные хозяева, не пожалевшие средств и сил на подарки для русских депутатов. Их помощники, располагавшие большим свободным временем, не рассчитывая на презенты, сами прочесали окрестные магазины и лавки. Наибольшим спросом пользовались ткани, чеканное серебро и золотые украшения. Справедливо не доверяя отечественной авиации, все старались весь свой багаж пронести в салон. Среди журналистов находился и Коперник, и, как всегда, в компании с американцем. Тот вообще в последнее время не отходил от русского коллеги ни на шаг. — Леонид, ваша делегация улетает. Как вы считаете, что-нибудь изменилось? — спросил Стивен, кивая в сторону авиалайнера. — Вы хотите взять у меня интервью? — проворчал Коперник. — В школе вы тоже уезжали на подсказках? — Думайте сами, чем накормить ваших читателей. Он выглядел заметно встревоженным и все время оглядывался по сторонам, как бы ожидая какого-то подвоха. — Вы сегодня не в духе, Леонид, — вздохнул Стивен. — Это, наверное, ностальгия по родине. Ваши конгрессмены улетают, а вы остаетесь. — Очень смешно, — буркнул Коперник. В этот момент на летное поле прямо к трапу самолета подрулила машина скорой помощи.